Всем привет, я Влад, это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот PCP винтовка от компании KUZE и это K60. Давайте начнем стандартно с того, что мы посмотрим на ее комплект. Вам, наверное, интересно, что за такая огромная черная коробка стоит здесь. А я сейчас расскажу. Это, друзья, вот такой вот кейс, в котором поставляется данная винтовка. Да, поэтому для переноски он подойдет отлично. Я сдвину его чуть в сторону, чтобы он не отвлекал ваше внимание, скажем так. Идем дальше, по комплекту. Смотрите, здесь идет, ну, как бы инструкция, но проблема в том, что она абсолютно не на русском языке. Да, она подробная, да, здесь даже все составные части в разборке показаны. Показаны, как пользоваться барабанами и все остальное. Ну, если вы языка данного не знаете, ну, турецкого, соответственно, то, к сожалению, прочитать вряд ли ее получится, да, только если с переводчиком. Идем далее. В комплекте идут два вот таких вот 14-ти зарядных барабана, которые, конечно же, и вставляются пули калибром 4,5 мм, потому что винтовка в калибре 4,5 мм. Да, далее идет шестигранник, два штуки даже для разных целей, соответственно, и заправочный штуцер, он же переходник для того, чтобы винтовку накачать, она же PCP. И набор уплотнителей. Вот такой вот комплект у данной винтовки. Давайте же мы с вами посмотрим на нее поближе и даже постреляем. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Произведена данная модель турецкой компании Kuzey и относится к типу PCP пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Манометр установлен на нижней части корпуса винтовки и предназначен для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера. Стреляет винтовка стандартной свинцовой пулей калибром 4,5 мм. В комплекте, как я и сказал ранее, идет два барабанных 14-ти зарядных магазина. Для произведения выстрела винтовку, конечно же, нужно взвести. Ударно-спусковой механизм, как вы успели заметить, находится на правой стороне корпуса. И вот, что по мне немаловажно, я хочу отметить этот момент обязательно. Взвод очень легкий, очень плавный. Все, винтовка взведена. Да, делать так нужно будет постоянно, по той причине, что винтовка стреляет исключительно в одиночном режиме. Спусковой крючок винтовки оборудован неавтоматическим предохранителем, как защита от случайного выстрела. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка ласточкин хвост 11 мм, куда вы сможете установить дополнительное оптическое оборудование, как, например, сделал это сейчас я. Оптика, да, у нас в комплекте не идет, но ее вы сможете докупить отдельно все там же в нашем магазине, при том, что выбор оптики у нас, я скажу вам, довольно-таки большой. Тыльник у винтовки резиновый и рельефный, для лучшего сцепления с поверхностью плеча, а также он снижает отдачу. Подщечник вы сможете настроить под себя, для этого вам нужно взять шестигранник, который идет у нас в комплекте, раскрутить два вот этих вот болта, поднять и зафиксировать. Корпус винтовки изготовлен с использованием современных материалов, лигированное стали дерева, в данном случае это турецкий орех. Для надежной защиты от появления ржавчины инженеры компании используют анодированный раствор. Древесина плюсом ко всему покрыта стойким лаком для исключения выгорания и появления мелких царапин. Длина изделия 1050 мм, калибр 4,5 мм, объем ресивера 310 кубических сантиметров, вес винтовки 3 килограмма и 750 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули ствола достигает 295 метров в секунду. Но на территорию России винтовки, конечно же, поставляются ослабленными с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки данной винтовки не нужны никакие дополнительные документы и лицензии, просто приходите и покупайте. Но, конечно же, вам обязательно должно быть 18 лет. И вот раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу и сказать от себя я хотел бы следующее. Она действительно очень классно сделана. То есть, если мы посмотрим более детально на спусковой крючок, он не болтается, не люфтит. Сам по себе он довольно-таки качественный плюс металлический. Предохранитель уверен и достаточно уверенно сделана кнопка. То есть, нажимая ее у вас нет в принципе мысли в голове, что с ней сейчас что-то произойдет или что она не нажмется. Все работает как швейцарские часы. Но в данном случае, наверное, как турецкие. Друзья, если обзор вам понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам винтовка. Ну или же задавайте вопросы, я с большим удовольствием на них, конечно же, отвечу. Ну а я, что я, с вами же прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров! Субтитры сделал DimaTorzok